Так, друзья, я заблудился в этом лесу, помогите мне, пожалуйста, требуется ваша помощь. В общем, в описании будет ссылочка на мой конкурс совместно с Arizona Roleplay St. Rose. Вам нужно просто там поучаствовать, потому что разыгрываются крутые призы. Поэтому переходите, ждем тысячи участников. Итоги конкурса будут 11 ноября на моем стриме. Приходите обязательно, иначе, блин, я отсюда не выберусь, друзья. Кстати, еще, друзья, хочу вам порекомендовать хороший игровой хостинг серваков Samp, MTA и CRMP bighost.org. Если ты решил создать свой сервер, то тебе к этим ребятам. Цены на услуги адекватные, можно установить на свой сервер мод крупного проекта, того же Advance RP, Diamond, да хоть Аризоны. Ссылочку вы, как всегда, найдете в описании. Приятного всем просмотра. Дароу-дароу, дорогие друзья, всем привет, с вами Дант. Сегодня мы с вами будем платить огромные чаевые таксистам на Аризоне ролеплей Saint Rose. Приходите играть вместе со мной на этот сервер. При регистрации указывайте мой ник Dante Medi и получайте на третьем левеле 200 тысяч. Конечно же, друзья, вот он победитель из прошлого конкурса. Рандомный комментарий, ты выиграл 250 рублей. И, друзья, буду очень рассчитывать на вашу поддержку в виде лайков, подписок на мой канал, потому что мне это очень важно. Итак, друзья, в общем-то, сейчас я на сервере нахожусь, но, как вы уже, наверное, могли догадаться, по скину, по вот этому всему положению, тому, что я нахожусь на вокзале Лас-Вентураса, это не мой основной аккаунт, это другой аккаунт. И после того, как я засниму видосы с этим аккаунтом, а их планируется у меня две штуки, я обязательно забаню этот аккаунт по причине передачи аккаунта, потому что, как бы, все честно, мне тоже, в принципе, нельзя передавать аккаунт, и поэтому я его, как бы, заблокирую после того, как сниму ролики. Сейчас, в принципе, я хочу позвонить какому-нибудь таксисту, вызвать вот этого вот счастливчика, который примет вызов, потому что, в принципе, пацаны, мне кажется так, давайте укажем вокзал ЛВ. 80 таксистов получило мой вызов, блин, и сейчас один из этих вот счастливчиков получит мой заказ, приедет за мной, заберет меня и после этого получит огромные деньги. Так, алло, что за херня, почему никто не хочет принимать мой вызов? Так, пацаны, что-то какая-то херня происходит, я уже пробежал хрен знает сколько пешком, и таксисты все равно не едут, почему они не едут, блин? Вокзал ЛВ плачу много! Ого! Уже 81 таксист получил мой вызов, и пока что никто его не принимает, к сожалению. И я сдох. Так, друзья, конечно, выглядит это не очень реалистично, но, честно скажу вам, я застрял между столбом и вот этим вот зданием, поэтому у меня нет машины, я сейчас вызываю такси, потому что два раза они уже не одобрили мой вызов, и сейчас я решил приехать в Лос-Сантос, потому что я подумал, что некоторые таксисты, может быть, не хотят ехать в Лас-Вентурас, и они все находятся в ЛС, ну реально, хрен их знает, но сейчас 80 таксистов, и да, наконец-то! Андрей Флаффи, это просто счастливчик, пацаны. Мне кажется, после этого ролика, во-первых, станет таксистов чуть побольше у нас в штате, потому что иногда я буду проводить такие рейды на стримах вместе со своими подписчиками, я уже придумал вот такую вот шнягу-шняжную, и тем самым, конечно же, повысится активность таксистов, то есть почаще они будут принимать заказы, ну а сейчас мне остается только ждать вот этого вот паренька, и посмотрите, он уже просто мчит ко мне, Андрей, вот буквально за две минуты этот парень доехал, все, садимся к нему, то банка ЛС срочно, очень срочно, брат, кину большие чаевые, отвечаю! Так, друзья, все, Андрей помчался, в общем, у него тариф 70, он, в принципе, сейчас получит вообще какие-то кропали вместо денег, но мы его отблагодарим обязательно, мы зайдем в банк, перекинем ему 1 миллион вирт и посмотрим на его реакцию, только сначала надо будет его как-нибудь позвать его вместе с собой в банк, чтобы я ему скинул вот эти вот чаевые и посмотрел на его реакцию, потому что если он просто уедет, я не смогу за ним проследить, потому что сейчас я на аккаунте без админки, как вы сами понимаете. Так, бро, что ты делаешь? Блядь, почему он застрял? Он отошел на пару... Я надеюсь, что его не кикнуло, пацаны, я надеюсь, что его не крашнуло ни что-то еще. Сука. Друзья, мне это уже начинает надоедать. Давайте я сейчас чуть-чуть отбегу, потому что это будет вообще неправдоподобно, если мы с таксистом проедем буквально пару метров до банка, поэтому я сейчас немного отбегу, вызову нового таксиста, и уж ему-то повезет куда больше, чем даже этому Андрею. Так, ладно, друзья, на самом деле мне надоело уже немного бежать, сейчас я звоню таксисту, и давайте устроим небольшой пранк. Я сейчас напишу вот в это вот окошечко ЧАЕВЫЕ 100К и посмотрим, насколько быстро они примут мой заказ, просто считаем секунды, пацаны. Секунды считаем. Да! Ну, буквально за 15 секунд мой вызов приняли, это, конечно, я на самом деле думал, что буквально за секунду примут, но все равно как бы вот этот Холли Эскобар, ему сейчас реально повезло, я сейчас хочу посмотреть вообще, какой у него левел, потому что если у него левел меньше третьего, это будет очень обидно. Слава богу, у него третий левел, и поэтому я ему спокойненько смогу перечислить деньги на банк, теперь остается надеяться, что у него есть банковская карта, но сейчас, в принципе, ждем его вот на этом вот перекрестке, и будем наблюдать за его реакцией. Так, друзья, вы посмотрите, просто из-за метели, деревья даже падают, капец, что просто происходит в этом штате, все-таки погодку уберу. Блин, вот это, кстати, вообще ламповая погода, я немного, кстати, переделал сборку, вот, люблю теперь играть вот с этой вот погодой, небольшой такой снежочек капает с неба. Если хотите, чтобы я эту сборку скинул ближе к Новому году, то ставьте лайки обязательно, у нас таксист просто тупит, я не знаю как, реально. Ты куда едешь, сэр? Пацаны, на самом деле, я не завидую людям, которые... Куда ты, блядь, едешь? Не завидую людям, которые ездят на такси. Просто куда проще, конечно же, арендовать, просто взять машину, доехать куда тебе надо, просто в любую точку штата, но все равно мы доехали. Пойдем со мной. Есть сюрприз. Чаевые. Все, он вышел, отличненько, поехали. А, блин, это что, девушка? Ну ладно, похер. Кстати, друзья, на самом деле, этот парень или эта девушка ни разу просто ни одного слова не сказала за все время, пока я сидел у нее в тачке. И сейчас, я надеюсь, что у нее нету мута, мы сейчас переводим 2 900, просто 2 миллиона 900 тысяч переводим вот этому вот игроку спасибо за поездку. 3кк, блядь. Я не знаю, что даже сказать. Большое спасибо, пишет Хоули. Один вопрос. А ты девушка или парень? Да. Ладно. Просто скинул таксисту 3 миллиона практически, причем это оказалась девушка, и в принципе ей я устроил вообще хорошую, красивую жизнь на сервере. Еще раз большое спасибо. Отошел сразу же и... А, нет, все, я думал он просто сразу... Она, он, она вышла из игры, очень сильно обрадовалась, пошла продавать виртуальную валюту, но все равно я бы со своего админского аккаунта бы ее забанил за это. В общем, друзья, такой вот у меня видеоролик получился. Я надеюсь, что хоть чуть-чуть вы посмеялись, либо улыбнулись, если такое было, то ставьте лайки обязательно. Такая вот, конечно, скромная реакция от таксиста. Может быть, это потому, что мне попалась девушка, а не парень. Парень бы там, я не знаю, наверное, землю бы ел за то, что ему просто какой-то чел кинул 3 миллиона сразу чаевыми. Так что, друзья, спасибо всем большое за просмотр. С вами был, как обычно, я, Данте. Всем желаю огромной удачки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok